Беречь воду. Относиться к ней ответственно может абсолютно каждый школьник. Как это сделать? Вот вам простые решения. Закрывайте кран с водой, пока вы чистите зубы или намыливаете руки. Чаще принимайте короткий 5-минутный душ вместо ванны, а овощи и фрукты мойте в тазу. Замачивайте в раковине грязную посуду. Так вы сэкономите не только воду, но и ваше время и силы. И никогда не бросайте мелкий мусор в унитаз. Зачем лишний раз тратить воду на смыв? Эти привычки вы можете практиковать изо дня в день самостоятельно, без всякой посторонней помощи. Для более серьезной экономии воды и ресурсов потребуется подключить родителей. Они могут поменять сантехнику на более современную и экономичную. Очень важно всегда вовремя ремонтировать протечки, потекающие бачки, тапающие краны. Можно всей семьей начать замачивать фрукты, овощи и посуду перед мытьем, а потом поливать этой водой растения. Еще важно полностью загружать стиральную и посудомоечную машины. И больше никогда не размораживать продукты под струей воды. Лучше заранее переставить их из морозильной камеры в холодильную. Это вкуснее, полезнее и экономичнее по отношению к воде. Всей семьей вы можете пересмотреть рацион вашего питания, сделав его полезным для здоровья и безопасным для природы. Ведь те продукты, у которых самый маленький водный след, одновременно и самые полезные. Покупайте как можно больше местных сезонных овощей и фруктов. Несколько больше воды уходит на производство молочных продуктов. Еще больше на яйца и мясо птицы. Наконец, мясная промышленность – самая агрессивная по отношению к окружающей среде. Еще одна полезная повседневная практика для всей семьи – это экономия бумаги. На производство бумаги уходит огромное количество воды, не говоря уже о том, что сырьем для нее является лес. Начните собирать макулатуру и время от времени отвозите ее в пункты приема на переработку. В ваших силах помочь государству отслеживать нарушения. Например, если вы где-то увидели сброс неочищенных стоков в Риако, то всегда можете сообщить об этом в Росприроднадзор, заполнив обращение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России. С 1 июня по 30 сентября этого года вы можете присоединиться к общероссийской акции «Вода России» по очистке водных объектов и их берегов. Подобные акции проходят уже несколько лет. К примеру, в прошлом году в уборке приняли участие более 300 тысяч человек из 52 регионов страны. Вместе они очистили 3,5 тысячи водных объектов. Если в вашем городе никто не проводит уборку, вы всегда можете организовать ее сами, а также позвать на помощь учителей, родителей и друзей. Для этого нужно определить, какой водный объект вы хотите убрать, и зарегистрироваться на сайте вода.орг.ру. Там вы получите все необходимые материалы, после чего можно будет собрать единомышленников, провести акцию и отправить фотоотчет. Присоединяйтесь!